Запусти сердце! Международный праздник и одноименная акция в виде флешмоба. Десятки волонтеров, врачей и тысячи помощников двигались в одном спасительном ритме. Танец спасения на арене спорткомплекса «Юбилейный фойе» каждый случай прорабатывают деталь. Например, вот больной без сознания. Дышит, значит сердце работает. Поступаем так, как показано. Переворачиваем больного на бок в удобную позу и ждем приезда бригады скорой помощи. Площадка следующая. Больной не дышит. Сперва надо в этом удостовериться, запрокинуть голову и послушать дыхание. Если его нет, то надо позвонить в скорую, максимально точно описать симптомы и начать сердечно-легочную реанимацию. Вот она, середина человека. Сюда мы ставим именно основание ладони. Вот эту зону. Только этой частью будем давить. Поставили. Раз. Вторую руку положили сверху. Два. Верхние пальцы сжали в замок. Эта позиция нам позволяет как раз давить именно основанием ладони. Темп довольно быстрый. 100-120 толчков в минуту или примерно два нажатия в секунду. Глубина 5-8 сантиметров. Так действуем до приезда скорой помощи. А на этой площадке нас обучают приему геймлиха. Он нужен для того, чтобы освободить дыхательные пути пациента. Так, теперь как учили. Находим мечевидный отросток. Он находится здесь. И пупок. Чуть выше пупка ставим руку вот таким образом. Большим пальцем. Чуть-чуть наклоняем пациента и давим. Освобождаем дыхательные пути и спасаем ему жизнь. До пяти ударов по спине, следя, затем выявлялось инородное тело или нет из дыхательных путей. Если не вышло, до пяти нажатий на живот и снова чередуем удары по спине и нажатия на живот. Около десяти площадок, обучающих оказанию первой помощи и сердечно-легочной реанимации. Врачи, спасатели и волонтеры собрались вместе, чтобы обучить взрослых, а главное детей, этому ремеслу. Как показывает практика, в школьных коллективах, на спортивных площадках иногда происходят смерти, в том числе детей. И если ребенок, который оказался рядом, знает, что сделать, он в состоянии помочь своему другу. Это важно. Если обучить ребенка старше 12 лет и в течение каждого года, примерно два часа, дать ему возможность повторить эти практические навыки, то наш социум в безопасности. Международный день «Запусти сердце» учрежден в 2013 году. Организаторы говорят, что этот флешмоб самый масштабный в России за всю историю праздника, который из года в год все так же учит каждого из нас спасать жизни. Субтитры создавал DimaTorzok